СТАРТАП Университета. Победа в конкурсе принесла им почти 3 миллиона рублей. На эти деньги начинающие фермеры собираются купить 15 коров мясных пород и 90 овцематок, а также сельхозтехнику. Услышали об этой поддержке, решили попробовать. Вот, выиграли, получилось. Ну и как бы, чтобы работать дальше, чтобы получить средства, чтобы получить какую-то нужную технику для облегчения труда, чтобы увеличить само количество, например, скотин. Андрей точно уверен, что свяжет свою жизнь с сельским хозяйством. Агростартап – это первый шаг в выбранном направлении. Перед глазами есть пример родителей и старшего брата Игоря. Он, несмотря на свою молодость, уже успел зарекомендовать себя успешным фермером. 4,5 тысячи гектаров засеянной пшеницей и кормовыми культурами стоили 700 голов крупного рогатого скота. Вся продукция идет на переработку в кооперативе. Из мяса делают колбасу и полуфабрикаты. Из молока – масло и творог. А в хозяйстве работает более 70 человек. Игорь Казанчев успеха младшего брата рад и уже его поддерживает. Например, скот будет содержаться в его коровнике. Честно, конечно, очень рад, что у него получилось, что он смог. Тяжело, конечно, было. Я наблюдал за ним, как он нервничал, переживал по этому поводу. Ничего, смог, молодец. Но я думаю, что будет и помощь, будет и польза. У него планы такие серьезные, намерения. Парень, он упертый. Я думаю, все у него получится. И будет помогать кооперативу и людям. Всего гранты по агростартапу получили 15 проектов. Общая сумма поддержки составляет 49,5 миллионов рублей. Непрошедший отбор фермера могут после корректировки бизнес-планов попробовать подать заявление на конкурсы в рамках других программ в господдержке. Егор Титов, Владимир Куликов, Новость Челправда ТВ.